Как НАТО бросило Эрдогана в Сирии на растерзание русским? Статья на Рыгнуме за 29 февраля 2020 года Александр Запольскивс. Устав смотреть, как черно-зеленые Бармалеи бездарно теряют передаваемую им бронетехнику и бегут с занимаемых позиций, турецкое командование решило поднять ставки, введя вопреки международному праву линейные войска в сирийскую провинцию. И вот с этого места начался тот путь, который привел Эрдогана на сегодняшние грабли. Во-первых, из отвечающего за всю сирийское направление 6-го армейского корпуса, насчитывающего 1 пехотную дивизию и 12 бригад, в том числе 2 танковые, 2 механизированные и 1 спецназа, для участия в операции на практике удалось получить всего 2 годные батальонные тактические группы из 32 расчетных. Но когда кинулись в другие части, картина там оказалась не лучшая. Страна с вооруженными силами численностью в 500 тысяч личного состава, из них 390 тысяч в сухопутных войсках, в сумме смогла за месяц отчаянных усилий собрать всего 12 тысяч в боеспособной части. Это, кстати, важный штрих к вопросу о шансах Турции в гипотетической войне с Россией. Во-вторых, даже в свете отдельных успехов отдельных частей, в основном стрелявших с закрытых позиций артиллерии, развернутая группировка показала себя плохо. Циклы боевого управления оказались недопустимо затянуты. На совместном КП Генерального штаба и штаба 2-й полевой армии, развернутого в менее чем в километре от сирийской границы, запаздывание информации о текущей обстановке превышало 3 часа. В-третьих, при всей воинственности, многочисленных заявлений турецких политиков и рассказах Генштаба про давнее начало подготовки к операции, в действительности все указывает на то, что сколько-нибудь цельного стратегического плана ее проведения у Турции нет. За последний месяц она развернула 27 дополнительных опорных наблюдательных пунктов с гарнизоном из взвода пехоты, тем самым исключив из распорядка сразу две батальонные тактические группы из 11 имеющихся. Причем 11 таких пунктов почти сразу оказались в полном окружении наступающих частей САА. Ну и в-четвертых, попытки укрепить Бармалеев собственной турецкой пехотой повышение успешности боевых действий не принесли, зато вполне предсказуемо обернулись резким ростом потерь в личном составе. Если за весь январь текущего года экспедиционные силы потеряли примерно 18 человек, то только за один февральский день потери составили почти 40 военнослужащих убитыми и более 60 ранеными. Кроме того, на данный момент в группировке выбито до 15% танков, до 22% легкой бронетехники, 8 беспилотников, в том числе один тяжелый разведывательный и два многоцелевых ударных. Все попытки медийного и истеричного давления на Россию успеха не имеют. В российском центре по примирению сторон разводят руками. Мол, как вы видите, линии связи с вашим командованием исправны. Мы интересовались, нет ли тут ваших частей. Вы заявили, что нет. Значит, сирийская армия имела полное право, не стесняясь в средствах, уничтожать бандитские формирования, нагло нарушающие соглашение о прекращении огня. Вы говорите, там погибли ваши солдаты. В таком случае объясните, что они там делали и почему нелегально. Один из эпизодов емко прокомментировал военный эксперт РСМД Виктор Мураховский. По существующим договоренностям, турки должны были по линии предотвращения конфликтов информировать штаб нашей группировки в Сирии о маршрутах движения и районах развертывания турецких подразделений. Как я понял, они не сообщили, что в той местности действует батальонная тактическая группа 65-й механизированной и 8-й пехотной бригад. На этом направлении действовала 25-я дивизия сил специальных операций Сирии. В результате этот район не попал в зону, не подлежащую воздействию авиации и артиллерии. По нему был нанесен удар, поскольку его занимают формирование «Хаят-Тахрер-Аш-Шам», организация деятельности которой запрещена в РФ с тяжелой техникой. Попытка срочно выдернуть на начало марта в Турцию на переговоры российского президента провалилась. Дмитрий Песков сказал, что в рабочем календаре шефа на 5 марта намечены совсем другие, более важные дела. Дозвониться до Путина Эрдогану удалось, но разговор получился тоже никакой. Москва очень сополезнует по поводу гибели турецких военных и двумя руками за соблюдение режима прекращения огня, но именно в рамках выполнения ранее взятых обязательств, по которым Турция должна была разоружить бандитов и вообще навести порядок в подконтрольной ей части Идлиба. Как так получилось, что они сохранили боеспособность и пытаются наступать? И да, вопрос целостности САР обсуждению тем более пересмотру не подлежит. Может ли Анкара в таких условиях объявить войну России или хотя бы закрыть для сирийского экспресса Дарданеллы? Ну, получи она серьезную помощь Запада, совершить подобный шаг Эрдоган теоретически мог. Но теперь, когда в помощи ему отказали все потенциальные союзники, точно нет. Советник турецкого президента может сколько угодно говорить, что Турция 16 раз вела войны с Россией и готова, если нужно, вступить в новую войну. Но мы ведь знаем, что войн было 12, из которых турки победили только в трех, да и то две из них, Крымская 1853-56 годов и Кавказский фронт Первой мировой 1914-18 годов, лишь благодаря внешней помощи. Судя по тому, как при всей агрессивной риторике Дон Эрдоган перекладывает всю ответственность исключительно на сирийские войска, тщательно избегая говорить о прямой вине России, турецкий генеральный штаб военную историю своей страны знает куда лучше этого советника. Без мощной внешней помощи в военном плане Турция – ничто, а в ней Вашингтон Анкаре уже отказал. Мол, русские, конечно, ведут себя нехорошо, мыслями «мы все целы с тобой, друг Раджи», но ничем практическим помочь не в состоянии. Выборы на носу, бюджет еще обсуждается, потепление климата, еще это, как ее, эпидемия коронавируса. Мы по всей душой, но роковые обстоятельства не позволяют. А посол США в НАТО, Кейт Бейли Хатчисон, вообще сделала очень многозначительное заявление, выразив надежду, что власти Турции вскоре поймут, кто является им надежным партнером, а кто не является. Хотела она, конечно, намекнуть на необходимость прочнее дружить с Америкой, но, учитывая отказ в реальной помощи, фраза получилась буквально по Фрейду. Не сработала ее угроза пропустить через территорию Турции 2,5 миллиона сирийских беженцев из Эдлиба в Европу. Походу добавим, к ним еще около 3 миллионов беженцев, накопившихся ранее. Евросоюз сделал вид, что про турецкие проблемы вообще не в курсе и тоже очень занят собственными внутренними вопросами. Оставалась последняя надежда на НАТО. Являясь членом Альянса с даты его учреждения в 1949 году, Турция всерьез рассчитывала на задействование 5-й статьи Устава Блока. Пресс-секретарь правящей партии справедливости и развития Амер Чилик назвал воздушную сирийскую атаку на турецкие войска прямым нападением на НАТО. Альянс по этому поводу созвал экстренное совещание, проговорил целый день и вынес вердикт. Проблемы Турции в Эдлибе отношения к НАТО не имеют. Организация уже оказывает Анкаре широкую поддержку, в том числе в сфере ПВО, что способствует защите воздушного пространства Турции от ракетных атак с территорий Сирии. На этом все. Остальное только сами. После чего вероятность каких-либо активных действий турок против России окончательно упала до нуля. Зато решительно повысилась актуальность вопроса сохранения членства Турции в НАТО и эффективности всех западных механизмов взаимопомощи в целом. Александр Запольскис Как НАТО бросило Эрдогана в Сирии на растерзание русским?